Девушки отдыхают 10% ниже, чем стоимость покупки билетов на оставшиеся домашние матчи сезона. При предъявлении абонемента на первую часть сезона предоставляется скидка 10%. Весь декабрь дополнительная скидка 5%. Первые 500 покупателей получат эксклюзивные подарки от клуба. Внимание! С 1 по 2 декабря абонементы можно будет приобрести только в кассах стадиона, а с 3 декабря и в отделениях Имексбанка. Подробности на официальном сайте клуба и стадиона «Черноморец». Я уже говорил, что я так люблю наблюдать и сравнивать потом наблюдения и сравнения. Я могу сказать вам, что вот в Ужгороде вот имело место вот такое какая-то там легкая такая, знаете, вот не то чтобы такая какая-то послабая, но не так, как всегда. То есть вот так как-то было, а вот сегодня и вот те были игры, это видно. Каждого человека посмотришь, это понятно. Понятно, что у него сейчас выражает это лицо, это взгляд. Это люди между собой что-то обсуждают в раздевалке, они договариваются о том, может быть, что-то, что произойдет на поле. Возможно, моделируют какие-то ситуации. И я сегодня понимал, и по разминке я видел, что мы будем играть хорошо. Я уже сейчас вот настолько изучил уже ребят, что я вот сегодня видел, да, они сегодня очень хорошо готовы, настроены, подведены. Потому что эта подводка, знаете, тут очень важно индивидуально самому подойти, потому что неважно себя настроить так, чтобы ты сходил с ума. Очень важно, чтобы ты настроил себя так, чтобы у тебя была холодная голова, но твой организм работал на сверхмощности. Вот это главное. То есть вот этот найти, вот этот такой уровень, ну, может быть, сказать, что оптимальный такой, чтобы у нас что-то не преобладало, эмоции или там что-то другое. Так что сегодня я подтверждаю то, что действительно было все в этом компоненте, в таком психоэмоциональном, было все очень хорошо. Но, видите, у нас сегодня сказать, что вот как-то мы немножко допустили таких ошибок, которые мы уже в последнее время не допускали, чисто технических, вот как-то на ровном месте. И над этим тоже надо подумать, почему они произошли. Их немного было, но они были, и потом самое такое поучительное, что после этих моментов вот возникали те такие отрезки времени, когда мы, ведь это низко садились в оборону, и сопернику давали шанс. То есть есть над чем подумать. Сделалось большое дело, почему? Потому что играли дома, зрители порадовали, последняя игра в этом году на нашем стадионе. И остались, закрепились на пятом месте, вот это вот большое дело. А таки, главное, что все без травм. Не знаю, что там с Джеджи, надеемся, что все хорошо. Главное, что все целы, все здоровы, потому что у нас еще очень важна игра в Луцке. Самое главное, перед своими болельщиками выиграли. Сейчас надо еще одну игру сыграть хорошо, чтобы уйти в отпуск. Вот такой анализ игры, эмоциональный от двух героев матча, от авторов забитых мячей в ворота Кривбаса, и вдумчивый, и детальный, и где-то даже критический от главного тренера. Но так, наверное, и должно быть, потому как игроки, они могут после игры отвлечься от футбола. Тренер? Нет. Для него малейшее расслабление недопустимо. Но, если все-таки отвлечься от теоретических рассуждений и вернуться к строгому фактажу событий, то вот вам на закусочку кусочек старого интервью с Иваном Бабко, который был записан за три дня до игры, но который не вошел в предыдущую программу. А вот почему он вошел сейчас, поймете легко. Я живу всегда сейчас как и на базе, как и в гостинице с Толей Диденко. До этого жил, ну, Сережа Политылова, он сейчас Боря живет. Ну, я... С ними общаюсь очень. У Толи Диденко есть хобби очень интересное. Я даже знаю, что у него там на базе в шкафу лежит кое-какое обмундирование. Да, любит он чуть-чуть. Ну, так расскажи, что он любит. И грушу побить. А ты в роли груши, нет? Ну, так было пора, остановились, мы, в смысле, в комнате так чуть-чуть занимались, ну, без никакого фанатизма, так, честно, немного для себя. Сегодня, я так понимаю, рулит 408-я комната. Ну, это да. Как вы с Толиком там, настраивались на эту игру? Ну, да. Как обычно, то есть, я правильно понимаю, опять боксерские перчатки? Ну, конечно, я Толику хоть дал поспать, у меня нос забитый, я обычно храплю вот так. Хоть выспался, и нормально. То есть, вот так вот, в этом секрет и залог успеха, да? Да. Нож был не забитый. Сегодня хорошо поспали и забили обоих. Ну, поспали, потому что у Вани нос забит, да? Он нам уже раскрыл. Немножко, да, мешал, но в обед поспали. Ну, хорошо, что забили вместе, хорошее настроение. И ведь Иван в том интервью о многих вещах говорил, которые можно назвать, ну, если не правительскими, то, во всяком случае, очень уж своевременными. Именно сегодня. Что это? Предчувствие, интуиция? Вот, например, его рассуждение тогда о принципиальности игры. И сравните, что Иван говорил после матча. Кстати, Анатолий Диденко на правах старшего товарища позволил себе с Иваном не согласиться. Мы с Сережей Политыло, кстати, он мне и говорил пару дней назад уже, это как-то, уже принципиально уже, надо обыгрывать команду. И, конечно, это будет нелегко, нельзя говорить, что мы ее там обыграем и так далее. Ну, надо приложить максимум усилий, чтобы дать какой-то реванш, можно так сказать, маленький, вот так, за эти три игры. Потому что и нам этих три очка вот, ну, необходимо вообще в конце сезона и закрепиться чуть-чуть, и порадовать болельщиков, и нас самих. Очень надо сыграть хорошо. Нам сегодня сказали главная победа, а то, что мы выигрывали, не выигрывали у Кребаса, это такое. Главное набирать очки и выиграли, и турнир на таблице. Высоко бы. Наконец-то мы выиграли, потому что не можем сколько, полтора года, или сколько, я уже не помню. Кребаса, да? Кребаса бы, да. Ну, наконец-то серия неудачно ушла. И еще один посыл к тому доматчевому интервью Ивана Бабко. Не зафиксированный этой камерой, но очень уж переживал он по поводу того, что никак не может забить. Где-то даже сожалел о том, что так и может войти в историю, как покоритель металлиста. Было видно, что нужен ему гол для уверенности, для куража. И получите, распишитесь. Особенно приятно, что это произошло дома, где и Ивана, и Анатолия встречали после игры не только болельщики, но и их самые-самые близкие люди. Да, тяжело было, конечно. Тренер доверяет, а я играю в атакующей линии, и голов нет. Ну, счастье, что я забил, и меня это очень радует. Отцу уже позвонил? Нет, он меня ждет. Он ждет? Да. Сейчас будет опять критиковать? Ну, не знаю. Сейчас, может, нет. Жена, ребенок, Сонечка, я не знаю, дома, наверное. Жена, он стоит, ждет. И друзья. И ведь, что интересно, еще один раз успел Иван Бабко отметиться перед игрой. Как оказалось, его предматчевые приколы с Кристи Вангели, они на фарт. И мы, журналисты, его ни капельки не ревнуем к своей профессии. Если получается, если на удачу, то всегда пожалуйста. Когда мы спускались, мы видели, как ты взял микрофон телеканала футбол. Да, Кристи брал у меня интервью. Что рассказывал в интервью? Кто выиграет, какой счет будет. Угадал? Да, кстати, я ему сказал 2-0. Только сказал, забьет Бака и Вангель. Честное слово. Он даже может на видео покрыть. И как-то не хочется думать, что игра-то в Луцке последняя в этом году для моряков. Не хочется даже задумываться о том, как команда настроится на самый трудный, как в песне поется, последний бой. Одно знаем, чемоданового настроения в команде в принципе не будет. Ни в коем случае у нас не будет чемоданового настроения. И Роман Йосич, все знаем, как он настраивает нас. А как он вас, кстати, настраивает? Спросите у него, как он настраивает. Очень жестко. Такого ни в коем случае не будет. Да нет, естественно. Но Роман Йосич настроит так, что не будет чемоданного настроения. Мы второго футболиста слушаем про настрой Романа Йосича. Нам сразу предупредили, еще даже за месяц, чтобы никакого чемоданного настроения. Для меня это даже было бы такой, не знаю, какой-то дикостью, что футболисты, имея шанс играть, думали о том, что это последняя игра, это последний день, заканчивается часть чемпионата. Но это, конечно, просто недопустимо, это невозможно. Я думаю, что и сами, я не скажу, что у нас такой коллектив, чтобы кто-то мог так подумать. Я не допускаю такого. Да и какое отпускное настроение, когда в приоткрывшуюся дверь вдруг так потянуло свежим ветром. Ветром Лиги Европы, о которой так хочется мечтать. Пока только мечтать, потому как вся борьба еще впереди. Но об этом еще рано разговаривали, еще много игр. Тем более сейчас перерыв, может быть, если бы сейчас продолжался чемпионат, то этот ход набрали, это уверенность. А сейчас перерыв, можно сказать, даже не знаю, в лучшую сторону или в худшую, посмотрим. С одной стороны, жалко, потому что они так в шутку говорят, только начали играть. Но на самом деле это действительно только шутка. Потому что в целом все идет нормально. И главное, что оно идет вверх. И идет в правильном направлении. И мы себе лишь это подтверждаем вот такими играми и таким результатом. Да, и понятно, что такая вещь, как перерыв в чемпионате, она неизбежна. Но есть еще одна игра, которой можно тоже сделать очень много. Потому что сейчас следует говорить не о том, что уже перерыв. Потому что сам вопрос, он уже несет в себе какой-то перерыв. Это не перерыв. У нас еще целых шесть дней будет работы тренировочной и игра. Вы подумайте, сколько это еще человек может научиться. Насколько он может стать сильнее. И вообще он может другими, вообще он может что-то перевернуть еще. Лишь хорошо, чтобы это было лишь в хорошую сторону. Прощаться на три месяца с футболом. Больно и для игроков, и для болельщиков. Как можно будет не грустить о том празднике, который царит на стадионе и за его пределами в день игры. Как можно не грустить об этом. Как можно не грустить о частичке своей души, которая отдана лучшему, что есть на земле. Отдана игре. Нашей игре. Она мне принадлежит и таким же, как и я. Моя игра, моя игра. Она мне принадлежит и таким же, как и я. Моя игра, моя игра. Здесь правила одни и цель одна. Моя игра, моя игра. Она мне принадлежит и таким же, как и я. Моя игра, моя игра. Здесь правила одни и цель одна. Со мной все нормально, ну и что, что кровь из носа? Со мной все нормально, просто я стал очень взрослым. Со мной все хорошо, просто я забыл как дышать Я начал игру, но забыл как играть Все нормально, просто стало вдруг темно На юге стало холодно, на севере тепло Остался я один сам по себе, сам за себя Остался только Бог, который смотрит на меня Я много раз ошибался, делал что-то не так Но я вставал и делал следующий шаг Я верил людям, которым верить нельзя Они пользовались этим, ну поверьте мне зря Были люди, да, на которых мог я опереться С чистым сердцем помогали мне они Но мои враги хотели смерти для меня Но я разбил их планы, ведь это моя игра Моя игра, моя игра Она мне принадлежит и таким же, как и я Моя игра, моя игра Здесь правила одни и цель одна Моя игра, моя игра Она мне принадлежит и таким же, как и я Моя игра, моя игра Здесь правила одни и цель одна Улицы несут в себе боль, разочарование Минуты страха, минуты отчаяния Люди от боли без Бога сходят с ума Но кто-то скажет равнодушно, такова судьба Кто-то, играя в игру, забывает о правилах И поздно понимает, что фортуна его оставила Кто-то правила игры подстраивает под себя Чтобы победителем быть всегда В игры играют дяди с большими пушками Связываться с ними это не игрушки На мушке окажешься ты в один миг Че-че-бла выстрелы, останется лишь крик В игры играю дома, там где тепло Играют в шашки, в шагматы, в домино Но я играю в игру, она моя Она мне принадлежит и таким же, как и я Моя игра, моя игра, она мне принадлежит и таким же, как и я Моя игра, моя игра, здесь правила одни и цель одна Моя игра, моя игра, она мне принадлежит и таким же, как и я Моя игра, моя игра, здесь правила одни и цель одна Мы сегодня даже так договорились, Сита приехал, он там был в музее, и я понял, что нужно сделать такую одну вещь, его команде не подпустить до игры, потому что я понимал, что сейчас это будет лишнее, какие-то такие, знаете, будет обниматься, там целоваться, встречаться, и это нам не очень нужно, потому мы так организовали, чтобы мы его увидели после игры, и это было, ну, двойне приятно, победа, и Сита приехал, уже здоров, начинает тренироваться, так что для нас эти хорошие события. Но свой позитив он принес, да, вот я смотрел, он так. Конечно, конечно, но он положительный человек такой, так что нормально. А Сита не только приехал, но успел стать одним из главных ньюсмейкеров уходящей недели. Вот, например, с Лучаном Бурдужаном он встретился с болельщиками в музее, чем немало порадовал соскучившуюся по экстравагантному испанцу одесскую торсиду. Еще, кстати, успел приготовить очень даже изысканный салат на нашей футбольной кухне, но это мы покажем в следующей передаче. А в день игры он опять-таки вместе с Лучаном Бурдужаном был одним из главных действующих лиц во время розыгрыша главного приза следи обладателей абонементов на осеннюю часть сезона. Сертификаты на поездку в составе команды на матч «Шахтер-Черноморец» в марте следующего года. Знакомьтесь, Игорь Галинский, именно он будет вести свои путевые заметки из стана команды во время выезда в Донецк. Именно ему через два дня после игры в центральном офисе черноморца был вручен не только сертификат, но еще очень полезный подарок от одного из наших постоянных спонсоров фирмы «Т и Д». Ну а после того, как генеральный директор черноморца Сергей Керницкий поздравил победителя, мы поинтересовались у Игоря. Сам-то он верил в возможность выигрыша. Стало как-то спокойно, когда прокрутилось число, числа трехзначные, и уже когда вот начали подбирать серию и номер абонемента, вот как-то так подумалось, что, наверное, я выиграю. Покупал, это вторая покупка, и нас ходит стабильно четыре человека. Вот мы ходили на прошлом чемпионате, покупали абонемент, и в этот раз мы сюда приходили в офисе «Имиксбанка», и здесь покупали абонементы. Места такие постоянные? Да, места постоянные, центральная трибуна, хороший ряд. Вокруг нас тоже практически все люди с абонементами. У нас такая компания, видимо, достаточно удачливая подобралась, потому что один из нас уже выиграл, проводится ежематик на каждом матче розыгрыши. Вот он выигрывал тоже. Вот я следующий. Думаю, в декабре мы опять приобретем на те же места, на тот же сектор. То есть пока есть интересная автомация всяческая? Да, да, да. Пой гитара, пой стадион. К мячу подходит он. Сантано фамилия и футбольная, и музыкальная, и немножечко кулинарная. В чем вы сами сейчас убедитесь? Футбольная кухня номер три. О чем это я? А, выпуск три. Вот так вот будет правильнее. Я Полина Комысова, и сегодня в гости на футбольной кухне жду защитника футбольного клуба «Черноморец» Андерсона Сантано. Не удивляйтесь моему осипшему голосу. На прошлой игре я очень болела за наших ребят и порадовалась их победе. А вот и Сантано. Привет, Кулина. Привет, amigo. Спасибо за субботу. Спасибо. Как дела? Очень хорошо. Нормально. Как дела? Очень хорошо. Очень хорошо. Спасибо. Спасибо. Окей. Окей. Андерсона Сантано родился 24 апреля 1986 года в Бразилии в городе Беллу-Аризонте. В 2005 году подписал свой первый в карьере контракт с футбольным клубом. Андерсона играл в командах в Бразилии, Чечни, Португалии. И с 6 июля 2012 года Сантано защищает цвета черноморца и делает это уверенно и успешно. Сантано, что мы будем сегодня готовить? А, tranquило. Сегодня будем готовить бразильский суп калду-верде. Я купила все необходимые продукты. Ака тени себола, но нету себола. Ака тени пиментон, пара дар ун темперу, мы, мы калинте. Трощи. Да, я не знаю номер. Массейская капуста. Да, да, капуста. Трощи, ака тени себола. Себола. Да, конечно. Томи, много. Картошка. Понимаешь? Да, в Бразилии есть себола. Очень хорошо. Хорошо. Это сенора. Марковская. Марковская, да. Можно, хорошо. Можно. Калду-верде, очень хорошо. Да, алло. Чеснок. Чеснок, да. Калду-верде, очень хорошо. Да. Плюс, плюс, картошка. 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 Эта, в Бразилии, зовут кагавари паруски, не знай, капуста. В Бразилии, реполи. Реполи. Да. Реполи. Реполи. Ммм, чоризо. Это пикантная свиная колбаса, родом из Испании и Португалии. Главная спеца в этой колбасе – паприка, которая придает офигительный запах и красный цвет. Сантана, а что я должна делать? Помогать, Полина. Хорошо, я готова. Хорошо. Сантана, твой родной город – Белоризонч. В переводе с португальского это означает «красивый горизонт». Какие горизонты открыл твой город для тебя? Да. Я и вся моя семья родом из Белоризончи. Я горжусь тем, что родился в этом месте. Если говорить о Белоризонче, мне сразу вспоминаются пляжи. Это прекрасный город во всех отношениях. Но так как мы с тобой находимся на кулинарной передаче, то скажу о Белоризонче, как о городе, в котором готовят очень вкусный сыр и развито скотоводство. Но футбольные горизонты открыл для меня город Порто-Сигура. Когда мне было 10 лет, я начал заниматься футболом именно там. Я учился в футбольной академии, и один футбольный функционер, кстати, мой земляк, заметил меня и забрал обратно в родной город. Я оказался в клубе Крузейра. Это популярный клуб в Бразилии, в котором тренировались многие звезды, в том числе и Рональдо. Это профессиональный из Бразилии, который я очень известен, где был феномен Рональдо Феномен. При нашей теплой беседе я успеваю готовить овощи и ложить их в мультиварку, чтобы они готовились. У тебя очень сказочное имя. Веришь ли ты в сказки, в волшебство? Не верю. Не веришь? Сантана, а на футбольном поле всегда все происходит спланированно или бывают какие-то спонтанные ситуации? Да, в футболе все действия спланированы. Однако, можно на тренировке отрабатывать определенные комбинации, но на поле порой возникают моменты неожиданности и даже растерянности, когда планируй, не планируй, а приходится оценивать ситуацию очень быстро и оперативно принимать решения. На кухне все так же спланировано, как и на футбольном поле. Поэтому сейчас оставшиеся овощи я сюда закладываю. Ты делай то же самое. Давай. 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 Отлично. Теперь нужно все это залить водой. Полина, добавляй чириза, а я добавлю 2 столовые ложки оливкового масла. 2 столовые ложки оливкового масла. Хорошо? А нужно солить, перчить. Да, все. Соль. Соль. А это что? Красный перец. Могу я? Хорошо. Чуть-чуть. Чуть-чуть. Отлично. Теперь будем готовить? Давай. Давай. Пашели. Давай. Я понимаю, что основа нашего супа готова. Посмотрим? Да. Да. Вытащи брюссельскую капусту и колбасу, а я сделаю пюре. Надо сделать пюре. Хорошо. Ай-яй. Завершаем. А теперь еще ложку оливкового масла. Снимай теперь фартук, присаживайся к столу, я сейчас разложу по тарелкам наш суп и буду кушать. Окей, давай. Очень вкусно. Очень вкусно. Конечно же, тяжело сделать так, как в Бразилии. Но я тебе ставлю положительную оценку. Сантана. А Карло Сантана – это твой родственник? Нет, Карло Сантана не мой родственник. Мне часто задают этот вопрос. Мои предки итальянцы. И я горжусь своей фамилией. И люблю, когда меня называют Сантана, а не Андерсон. Допустим, футбольный матч проходит под сопровождением музыки. Какого стиля ты бы выбрал музыку? И вообще, реально не будет ли это отвлекать от игры? Безусловно, это бразильская музыка. И она бы меня не отвлекала. Если бы самбо заиграла на матче в Одессе, я думаю, это понравилось бы зрителям. Сантана, на футбольном поле ты выполняешь функции защитника. А в обычной жизни ты тоже выполняешь функции защитника? Или тебе ближе, например, функции нападающего или главного тренера? Очень хорошо. Очень хорошо. Очень хороший вопрос. Могу ответить по-философски. Результат футбольного матча – это победа, поражение или ничья. В жизни есть тоже разные моменты. Хорошие, плохие и гладкие. Иногда нужно защищаться, иногда нападать, а иногда принимать жизнь так, как есть. Знаю, что ты в Одессе совсем недолго. Скучаешь ли ты по Бразилии, по маме, папе, по своим родственникам? Конечно, скучаю. Особенно по родителям. В тяжелые моменты не хватает маминого тепла, папиного сильного плеча. Отец – самый первый, настоящий друг. Семья – это самое главное, что у нас есть. Футбольная жизнь такая, что часто находишься далеко от дома. Я с 12 лет вне дома. Я привык к этому, но все равно скучаю. Тогда хочу произнести традиционный тост за твоих родителей, чтобы они всегда были здоровы и поддерживали тебя. И ты их радовал. И уверена, что твоя мама будет очень рада, когда узнает, что ты готовишь бразильскую кухню в Украине и приучаешь людей к бразильским традициям. За твою семью и за тебя. Спасибо. Отдал передачу сегодня голевую? Не дал. Отдал? Передать? Какой момент? Пас отдавал? Когда второй гол забивал? Нет. Диденко? Какой части дела? Это не специально, это удача. Удача. Я не знаю человека, который сделал центр. Я попробовал мячом, но я не пришел и сделал гол. Как настроение сейчас? Нормально. Слава Богу, мы выиграли еще раз. Еще три очка. Я очень рад. Команда тоже тяжелая. Надо выиграть следующую игру для продолжать это место. Пятое место. Сито уже общались? Да-да, он приехал. На следующий год он будет играть, я думаю. И это надо помогать. Ты в Черноморце? Конечно. Я игрока и валентика тоже. Субтитры сделал DimaTorzok. 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 Субтитры сделал DimaTorzok